Привет, друзья! Вот там у меня, извините, мясо жарится на сковородке, потому что вот это новости из мастерской. Ну вот делаю вот красный пианист, помните? Ну хочу его, чтобы он живее был, он уже не красный, он уже какой-то другой, но мне важно, образ нам появляется человека и кос в космосе. Вот хочу что вам сказать сейчас. Читал я про этого Шваба, Фурсова смотрел, Катасонова смотрел. Слушайте, у меня такое впечатление возникло, и это даже не впечатление, это какая-то убежденность в том, что люди не все понимают друг друга. Вот то, что он говорит, наднациональные государства, надмирное правительство, глобальное правительство, где будут эксперты, независимые от эмоций, от какой-то принадлежности, объективно судить и подсказывать. Ну короче говоря, вот это все говорит, я-то это воспринимаю по-своему, а кто-то воспринимает по-своему, слушай, слушай, глобализм, что это такое? Вот мы тоже делаем глобализм, науку человечности, чтобы все были человеками. Я тоже могу сказать, это глобальная идея, которая должна охватить мир, независимо от государственности, независимо от религиозности, от национальности или иной принадлежности. Ведь как понять смысл? Ведь и когда феминизм развивался, помните, книги первые были «Чаша», «Клинок» и «Чаша». Клинок – это агрессия, а чаша – это плодородие. Соединить, чтобы была гармония. А превратилась, выродилась, феминизм в плане женщины стали, а мы бы из мужа можем жить. Вырождение происходит смыслов, понимаете, в чём дело? Дело в том, что, может быть, когда глобализм, говорят, может быть, надо вникнуть. Я ни за и ни против, я просто хочу понять, что он имеет в виду, потому что я так чувствую, говорят все на разных языках. Может, это хорошо, если, например, мы бы глобализм сделали, человечность, глобально, независимо от того, кто в какой фирме работает и так далее. Ну, понимаете, тоже вот Христос, или Магомед, или там иудаизм, и Будда, и Будда, тоже смысл какие-то начинали. Начинали смысл, а потом перерождается, формализуется, смысл, дух идеи вылучивается, тысячелетия проходят, и в конечном счёте в обряды превратились. Слово есть, а смысла нету, дух идеи пропадает. Вы понимаете, в чём дело? Поэтому надо очень-очень внимательно смотреть, анализировать, что же под этим подразумевается. Это очень важно, потому что там все говорят, какой это идиотизм. Вот там, например, у него фраза такая, у Фурсова прозвучала, что Шваб говорил о гендерстве, о равенстве. Ну, получается, оттуда, если формально подойти, получается, что мужчина и женщина одинаковы. Да, может быть, он имеет в виду права одинаковые, я же не знаю. Я уверен, что и вы не знаете, потому что я вот несколько ночей подряд слушаю Фурсова про этого Шваба, и ничего понять не могу. Я думаю, что он тоже мало понимает, что он имеет в виду. Что тот имеет в виду, я понимаю. Он-то может то, что он имеет в виду, понимает, а что тот имеет в виду, не понимает. Поэтому, вот смотрите, вот этот даотский форум там был, Шваб там выступал, Греф там выступал, Греф говорил там фразу, например. Я терпеть не могу Грефа, я вам сразу скажу. Я вообще вот это все не люблю. Ну, просто я хочу сказать, вырвали жизнь с контекста. Он же говорил, ну, как это можно позволять людям самоиндентифицироваться, чтобы они познали себя, а так даже ими управлять нельзя будет. Он же имел в виду, как пример, а вырвали, и потом стали транслировать на всех сайтах, что вот он что хочет. Да что-то его знает, что он имел в виду. Надо же разбираться, я вам честно говорю. Когда я понял, как получился феминизм, с чего я начал, я читал эту книгу «Клинок и чаша». Говорили о гармонии. О гармонии. А в результате феминизм получились. Поэтому, говорят, с благих намерений, как говорится, дорога в ад вымощена. Но надо же все-таки разум какой-то прилагать. Как прилагать разум? Анализировать, сравнивать. Вот я несколько ночей потратил и понял, что люди не понимают друг друга, и поэтому у них возникает, либо они кого-то ругают там все вместе. Все вместе. Ой, какое кино. А мы все вместе должны науку человечности делать. Вот. А это маленький урок коллективного разума. Подсказывайте, друзья. От вас же зависит. Меняется картина все время. Посоветовали глаза сделать? Там мне написали хороший коммент. Сделайте глаза, как вы можете. Да. Ну, извините, я весь в красках. А вот не напомнили. Видите, сейчас вот я пойду за сковородкой. А то сгорит. Что-то у меня два раза так было. До встречи, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.